Проект развивается, проект движется. Сейчас начинается следующий этап. Приобретение нового технологического оборудования, следующего этапа на определенные техпроцессы. Потому что ясно и понятно, что то оборудование, которое было приобретено, смонтировано, проходит этап отладки, часть уже отлажена, часть уже задействована в технологических процессах, часть уже дает результат. Уже все это идет, движется. Поэтому уже высвобождаться руки для того, чтобы делать дальнейшие шаги. Что касается особой экономической зоны и рисков не включения нас, не вхажения. Каковы риски? Для проекта никаких. Риски есть для акционеров в плане уменьшения прибыли при реализации проекта. Почему? Потому что будет налог на прибыль, аренда на землю, платежи за землю, большие ставки налога социальных выплат, фонда зарплаты и так далее. В этой части меньше будет доля прибыли. Значит, насчет того, с кем мы сотрудничаем, как сотрудничаем, когда будут мотор, колеса и так далее. Ребята, ну, есть бизнес-план, есть календарный план. Ну, сейчас можно назвать дорожная карта. Ну, в дороге пусть в карты играет, то есть план развития, план реализации. Там указано, что, когда, какие шаги будут предприниматься и делать. И реальные договоры, реальные проекты, достаточно крупные, могут заключаться только тогда, когда создана материально-техническая база, подготовленный персонал, кадры квалифицированы и так далее, полностью комплектованы. Иначе это все безответственное решение, что сейчас нахвататься заказов. Это нереально. Некоторые заказы, конечно, мы сейчас рассматриваем. Ведутся переговоры, подготавливаются договора и так далее. Небольшие заказы, работа ведется над ними, в том числе работа инициативная, пилотная, которую мы по собственной инициативе затеяли по разработке и проектированию новых двигателей. Эти работы выполняются. Я думаю, что первые двигатели у нас в ноябре уже станут на стенд и будут проходить тестирование. Это двигатели общепромышленного исполнения и специального исполнения. Работа эта ведется, и сейчас уже выходим на финишные этапы, для того, чтобы уже конкретные двигатели были изготовлены. Так что все это движется. И программа минимум реализуется. Дело в том, что проект может в миниатюре существовать и в этих рамках. Но это неправильно. Это экстенсивный путь развития. И можем очень долго карабкаться, очень долго карабкаться, наращивая бизнес. Поэтому надо выполнить все-таки все то, что намечено в программе реализации проекта. Все это надо выполнить. И я думаю, вы уже сами видите, что мы все с вами вместе можем решать задачи. Можем решать задачи. Ашпай рассказал про письмо, которое к нам пришло по присвоению буквы на части децимального номера. Ну там да, есть опечаточка, но в шапке оно правильно записано. В реестре тоже правильно, поэтому тут ничего страшного нет. Но из классификатора пришло такое вот уведомление официальное. Это позволяет нам выполнять работы на достаточно серьезном уровне. Имеется в виду оформление документации. В том числе работать с госорганами, с государственными структурами и с ВПК. Это вот нормальное решение. И оно является логичным продолжением той программы действий, которую мы объявили. Кроме того, я сейчас брошу вам ссылочку. Есть у нас такая организация ДЕПР. Называется Департамент экономической политики и развития города Москвы. Ну это собственно правительство Москвы-города, который в частности и занимается вопросами рассмотрения проектов всевозможных коммерческих. И в том числе этот департамент рассматривал и нашу заявку на резиденцию в особоэкономической зоне Алабышево. Значит, сегодня мы получили от него, от этого департамента, официальное подтверждение в том, что наша заявка и наш проект прошел все необходимые экспертизы, уже официальное уведомление. В принципе, сейчас остался последний шаг. Это заседание комитета по рассмотрению заявки. Еще раз напомню, что заседания не было с самой весны. Вот поэтому все время переносилось. Ждем, когда будет назначено. Все остальные формальности мы прошли. В частности, вот это уведомление, оно также является ответом на то, когда, как пересматривался проект, план, бизнес-план и так далее. Вот хотелось бы ответить, что он пересматривается регулярно. В плане подготовки заявки мы оперативно изменяли заявку по мере того, как продвигался проект и решались некоторые задачи. Потому что заявка очень быстро устаревала, потому что динамика была определенная. Вот и эта же динамика, в принципе, и отражала развитие проекта нашего. Как мы движемся, насколько мы реальный проект предлагаем, а не какой-то эфемирный. Это тоже охарактеризовало проект. Вот такие новости. Еще одна новость в том, что мы сейчас начали следующий этап разворачивания материально-технической базы на мини-площадке. Это связано с тем, что та часть оборудования, которая была смонтирована, и часть прошла уже откладку, часть проходит откладку оборудования. Кое-что уже сделано. На нем, поэтому уже достала очередь следующих технологических процессов.